Добрый день! Информационная служба телерадокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире «Устуды» для вас працует Евген Побловец. Обстреливать новый корпус Гомельской областной детской клинической больницы с учаственной медицинской техникой допоможет Япония. Об этих инших планах по взаимовыгодным международным супрацовнистям ишла размова сегодня по часу встречи керавництва управления Аховы здоровья Абл-Ваканкама с представниками замежной делегации. Супрацовництво Гомельщины с краиной у заходящего солнца коля 30-ти годов. На ураці треба тлумачить, але именно это столько пройшло с моменту найбуйнейшей техногенной катастрофы 20-го года – аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда Япония, яка имела сумный опыт боротьбы с аналогичными наступствами, допомагала потерпелым регионам Беларуси. Зараз у совести с японской катастрофой на Фукусиме уже белорусские медики делятся самыми сучастными и глубокими доследованиями, что тышатся о даленых груздей, анецезия и стронция на организм человека и на Ваколе. У нас есть фонд, Чернобыльский медицинский фонд, и мы в одно время начали приглашать на стажирование молодых специалистов из Гомельской области в основном. И я очень доволен и рад тому, что эти специалисты, вернувшись в Гомель, проявляют хорошую деятельность и показывают хорошие результаты своей деятельности именно в Беларуси. И то, что опыт стажировки этому посодействовал, я очень рад. А кроме того, сегодня делегация побывала у отселенных вёсках Ветковского района, а завтра наведы онкологичную больницу у Гомеле. И еще один обовязковый пункт у маршруте. Мэр города Мацумота сустренится со своими белорусскими пациентами, яких он, хирург по эдукации, оперировал шмат годов тому на нашей земле. Комитет Держконтролю проверил якость харчевания у двух оздоровленших лагерах, якие находятся под Гомелем. У обоих двух знашли порушение. Так, у столовой лагеря Василёк Гомель Энерго выконывались не все санитарные нормы, а ежу узваживали на протерменованных вагах. Як выник, стравы на столах детей оказались занадто легкими. Прыкладом на чверть не хапало мясных продуктов у кожной талерцы. Частка персоналу немела необходной для своей работы эдукации, и технология приготовления ежи не выконывалась. Ни каши, ни борщ, ни компот, якие сдали на лабораторный анализ супрацовники Держконтролю, не отповедали нормам закладки продуктов. Прыкладно такая же ситуация склалася и в оздоровленшем лагере Лесные дали, Гомельское отделение белорусской Чигунки. Тут так само изнашли занадто легкие неотповедные рецептуры порции ежи. По выниках лабораторных доследований, три узора страв шатероха отобранных не отповедали нормам закладки сыровины. Треба означать, что аналогичные порушения были установлены Комитетом Держконтролю в области в лепени минулого года. В вынику чего был звольнен шеф-повар оздоровленшего лагера. По выниках опошенной проверки оздоровленших лагеров Василек и Лесные дали, разгадается питание о притягнении виноватых до административной отказности. Наказание, прежде всего, понесут повара, которые допустили недовложение, готовые блюда, пищевых продуктов. Это административная ответственность. Штраф начинается от 10 базовых. Будут наказаны юридические лица, в подчинении которых находится данное оздоровительное учреждение. Учли все нарушения, выявленные в ходе проверки государственного контроля, исправили их, и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы подобных нарушений не было. В подаденных областного управления МНС за опошенные сутки на Гомельшине сгорели два автомобиля. Выпадковыми светками одного из таких пожаров в гаражном кооперативе по улице Межгородней Гомеля стала и наша здымошная бригада. Прикладно, в 12 годин 50 хвилин объекту телекамеры трапила такая ситуация. Гараж, машина в огне, побачь в 50 метрах, у ладальник в шоковом стане. Охопленный полумен китайский автомобиль марки Хавейт 2007 года был на газовом обсталевании. В любой момент мог отбыться его выбух. Когда прибыли в ротовальнике, полумен уже ущельную подобралась до багажной частки авто, где находился газовый баллон. Сама суперспожарная операция протягивалась не больше за 5 хвилин, а ледровляная обшивка гаража протягивала тлеть. Исновала небезпека, что и соседние гаражи могут загореться. Их довелось ускрыть с допомогой специнструменту. Стерот потерпелых, у вынеку сдарения, только у ладальник сгорылшего авто. После оказания первой медицинской допомоги от госпитализации он отмолился. К моменту прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений к месту вызова, автомобиль и гараж по всему объему были охвачены огнем. Предварительная причина пожара неисправность топливного оборудования. Владелец гаража с ожогами лица и кистей рук доставлен бригадой скорой медицинской помощи. На месте пожара работали два пожарно-аварийно-спасательных подразделения Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и следственная группа Следственного комитета по Советскому району города Гомельяр. Протягиваем выпуск. Праца депутатского корпуса Гомельщины николи не обмяжовывалась только законотворчим процессом и завсюди имела выразную социальную некерованность. До депутатов идут с масштабными пропановами и своими житевыми проблемами. Увы, никого решения знаходят пытания как конкретных граждан, так и целых микрорайонов. Об работе депутатов на одном прикладе расскажет Ганна Ковалева. Сесть всей семьей за один стол у нас такого понятия нет, потому что места очень мало и буквально получается, что мы с мужем кушаем в одном месте, половина детей здесь, только трое могут сесть за стол здесь и половина детей кушает в комнате. Дина Шараева показывает свою невеликую жилплощу. Восьмерок с детьми и мужем я наживе у двух покоевых квартир, до заявления, какой жилье доводилось сдымать. Тут же жмадзетная семья тулится опошней шесть годов. В 2014-м Шараевы подали документы на отримание льготного жилья. Правда, в этой весной рух Чарги практически спынился. Зрушить ситуацию с места допомог депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь пятого скликания, член постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олег Левшуну. И литерально празд два месяца жмадзетная семья отримала двух очаганных подарунок. Я хочу принести огромную благодарность Левшуну Олегу Федоровичу, его команде. Искренне спасибо. Ну, конечно, уже все. Уже можно с надеждой смотреть в будущее, понимая то, что государство является гарантом для многодетных семей. Двух и трех покоевые квартиры в этих домах по улице Жамчужная уже чекают своих новых господаров. Ключи от жилья Шараевы отримают уже в Жнивне. До речи, люди, яким у свой час допомогли депутаты, не за все дозвертаются за этим сами. Частяком инициатива заходить сверху. Так отбылось с ассоциацией семью и дятей инвалидов с ДЦП и патологиями спинного мозга, члены, якуй не просили в допомозе, али имели потребу и не чеканно для себя все же ей отримали. Семья Сорока Никиты получила вертикализатор. Это приспособление для ребенка, который не может самостоятельно стоять. Семья Кадыш Дарьи получила прогулочную коляску, которая для нее очень важна, так как девочка не передвигается самостоятельно, у нее очень тяжелая четвертая степень поражения здоровья. Благодаря этому мама может вывести ребенка теперь на прогулку. В Ирошине знаходят проблемы не только конкретных людей, а и целых микрорайонов. Так, завершить в удовництвах этой дитяшей поликлиники стало макшим у самые короткие термины. Теперь медицинская установа для маленьких же хороу 17-го микрорайона Хомеля находится у кроковой доступности. Ну, было очень неудобно, потому что мы относились к поликлинике, которая находится на победе, естественно, добираться было не очень удобно, так скажем. Сейчас, конечно, намного лучше. У нас педиатры замечательные, мы очень довольны, нам повезло. Меня поддержали избиратели, доверили, и я стараюсь оправдывать, как депутат палаты представителей, то, что давало наказ в своей программе. И мой слоган, он был, он и остается. Слово «держу, дело, делаю», слышу людей и работаю для людей. Ганна Ковалева, Яугин Макеенко, телерадо, компания «Гомель». Доброчинная акция «Дети детям» прошла в областном центре. На ученце установы детячий сад средней школы номер 23 города Гомеля наведали маленьких пациентов областной детячей клинической больницы. У гостя юные доброчинцы пришли с подарунками. В медицинской установе школьники передали 272 рушники, которые сами ж и пошили. Под шатком летних каникул во установе адвокации стартовала первая змена летнего працонного лагеря. Тканина была закуплена при поддержке управления по праце, занятости социальной обороны насельництва Гомельского гарбоконкама. Коли рушники были готовы, школьники вырешили охлоровать выник своей праце тем, кто мая в этом потребу. Дореченик, которые из юных доброчинцев и сами колисты были пациентами областной больницы. К тому зарабить подарунок вырешили виновата в этой установе. Визит стал для их первым. Однако организаторы акции вырешили зарабить такие наведывания традицией. Каждый чувствует, наверное, вклад, хоть какой-то вклад в помощь детям, которые больные. Тоже государство у нас, сами знаем, сейчас очень тяжело. И мы хоть какую-то пользу, но мы оказываем и детям, и нашей стране. Мы очень благодарны ученикам 23-й школы, преподавателям, за то, что они сделали такой очень добрый жест. Всегда, когда дети вовлекаются в волонтерскую деятельность, это очень приятно. И хочется пожелать им всем, чтобы они выросли хорошими людьми, и в том числе многие из них, возможно, станут и докторами. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomy.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова